За годы Чернобыля у меня умер отец, и он умирал в страшных муках, потому что у него был рак, и это происходило очень долго, в течение двух лет. Но когда случился Чернобыль, это был 86-й год, и мне было 14 лет, про масштаб аварии мы ничего не знали и не представляли себе, что это такое. Да, взрыв на Чернобыльской атомной станции. Для меня в тот момент это означало то, что у меня забрали путевку в пионерский лагерь. Мы, дети из закрытого города, поправляли свое здоровье, как я потом поняла, потому что жили на загрязненной территории, в пионерских лагерях на море. В 86-м году нам объявили, что все дети из Чернобыля вывозятся, и поэтому мы не поедем в лагерь на море, а поедут чернобыльские дети. И только много лет спустя, уже занимаясь экологической и правозащитной деятельностью, я поняла, что тогда случилось, каковы были масштабы катастрофы, в какой опасности были дети. И сегодня Чернобыль для меня связан с маяком, с аварией на маяке, и я считаю, что все те ошибки, которые были допущены в Чернобыле, это была халатность со стороны лидеров Советского Союза и со стороны руководителей атомной промышленности Советского Союза, которые не сделали все, что они могли сделать для того, чтобы уменьшить последствия этой катастрофы, которые не защитили людей, которые были ликвидаторами или проживали в зоне загрязнения, хотя могли это сделать, так как имели опыт работы, исследований после аварии на маяке. К сожалению, это связано с советской системой, потому что секретность, которая с самого начала создания атомного комплекса была одним из составляющих атомной индустрии, несмотря что атомная индустрия из маенной выросла в гражданскую, она продолжает сохраняться, она продолжает поддерживаться. Эта секретность, к сожалению, касается не только вопросов ядерной безопасности, то есть процесса и технических процессов, все, что с этим связано, но также и радиационной безопасности. Если сегодня произойдет что-то подобное, а оно может произойти, потому что реакторы устаревают, им продляют срок деятельности, если мы посмотрим на другие предприятия ядерного цикла, то люди, которые там работают, не осознают опасности того, чем они владеют. Я считаю, что возможно повторение чернобыльского сценария. То есть местное население не будет защищено, оно будет, как всегда, все произойдет неожиданно, оно не будет своевременно эвакуировано, и, соответственно, люди, которые будут призваны для того, чтобы принимать участие в последствии ликвидации, также потеряют свое здоровье и впоследствии будут лишены компенсации и всего прочего. Собственно, история опять повторяется, уроки опять не выучены. К сожалению, в тот момент, когда я убегала из России, у меня не было выбора. Дело в том, что наша организация 15 лет занималась защитой прав человека, а именно правами пострадавших от радиации, от аварии на ПО Маяк. И во Франции находятся организации, которые осуществуют мониторинг защиты прав правозащитников, гражданских организаций, такие как Федерация прав человека и Amnesty International. И когда эксперты сказали, что в ближайшее время я буду обвинена в шпионаже и государственной измене, убегай, мне просто больше некуда было убегать, только как в Париж, туда, где находятся их офисы. Они сказали, убегай, это вопрос свободы и безопасности твоей и твоей семьи. И, собственно, я убежала. В тот момент я не думала о том, что Франция является страной с развитым ядерно-радиационным комплексом. Впоследствии я об этом узнала более подробно. Но мне кажется, что именно поэтому вопросы ядерной безопасности, вопросы радиационной безопасности должны стоять более серьезно для Франции, чем для тех стран, в которых такой индустрии нет. И я со своей стороны сейчас вижу свою задачу в том, чтобы рассказывать о катастрофе на ПО Маяк, о том опыте, который пережили люди, которые уже 2-3 поколения живут в радиационно-загрязненной зоне, и о том, каким нарушением прав человека может привести нарушение норм ядерной и радиационной безопасности.